Добрый вечер, здравствуйте! Вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире Город Лайв, как обычно. Выходим в эфир в 12.00, 15.00 и 19.30. Рассказываем все самые горячие новости Калининграда и не только. В студии Макс Раевский и Ольга Гофтва. Добрый вечер. Сегодня будем говорить о новостях в нашем итоговом выпуске, о том, что произошло за неделю в мире, России и регионе. Оставайтесь с Первым городским и не переключайтесь. Ну и перейдем сразу к важной новости. Вчера на брифинге губернатор области заявил о том, что отменяются справки для работников, введенные ранее. Ну а также о том, что с 29 апреля фактически будет отменен режим той самой самоизоляции, если не будет иных указаний от правительства и президента. И самоизоляция будет действовать для тех граждан, которые старше 65 лет и, соответственно, для тех, у кого есть хронические заболевания. Да, и я так понимаю, у нас есть видеоролик, который подробно рассказывает, что еще было сказано на брифинге. Давайте его посмотрим. Мы планируем 29 числа открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать. С 4 мая планируем открыть парикмахерские салоны красоты. При этом всем сотрудникам должны предоставить средства индивидуальной защиты, а на предприятиях соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Мы закупили уже все необходимые антисептические материалы, то есть жидкий антисептик, его расфасовали по брызгалкам, можно сказать, домашним попросили ребят принести. Закупили маски одноразовые, многоразовые, перчатки. Роспотребнадзор продиктовал ряд условий, при которых парикмахерские салоны красоты смогут приступить к работе. Так, например, на входе должны быть организованы места для обработки рук кожными антисептиками, а обслуживание вестись только по предварительной записи с минимальным временным интервалом в 20 минут между клиентами. Я думаю, что это правильно, потому что на самом деле это защита. Защита и гарантия как и для мастеров, так и, соответственно, для клиентов, которые приходят и посещают те места, куда они идут обслуживаться. К слову, торговые центры тоже смогут приступить к работе, пока в определенные часы с 10 до 18.00. Однако общепиты кинотеатра в этот список не входят. Они, как и фитнес-клубы, откроются в последнюю очередь. Силу того, что коронавирус на поверхностях сохраняется, живет достаточно долго, до нескольких суток. Именно поэтому, собственно, физическая активность как на открытом воздухе, так и в фитнес-центрах, она является наиболее опасной в плане распространения. Ну и кушайте на здоровье, пожалуйста. Для этого карантин не придумали, что мы кушали и делали здоровые вещи. Но ничего, не надо бояться, знайте. Мне спокойно, что я выйду после карантин, все будут толстые. И ты будешь толстая, и я буду толстая. По сути, режим самоизоляции тотальный для всех, он будет пересмотрен. Режим обязательной изоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Я не слежу, в принципе, за этим. А так, ну если нормально, если власти посчитали, так нужно. Им же потом и за это. Я спокойно переношу массу дел, поэтому мне чем дольше, тем, наверное, лучше. Потому что как-то, ну, спокойнее, наверное. Может быть, его и нужно, но вы видите, что творится в городе у нас. То есть людям, как говорится, наплевательски относятся ко всему этому. Поэтому смысла продлевать нет. Люди как гуляли, так и гуляют. После четырех недель самоизоляции людям наконец-то можно будет выйти на улицу. Несмотря на оптимистичный настрой, на какое-то время все же стоит проявить осторожность. Соблюдение социальной дистанции и ношение масок пока сохранятся. И это минимальная мера безопасности. Однако даже такие смягчения пока очень условны. И все может измениться в любой момент. Марина Морозова, Екатерина Калиниченко, служба новостей Город. Спасибо, Марина Морозова. И хотелось бы напомнить еще о том, что сегодня буквально заявили в Роспотребнадзоре, что все-таки стоит продлить режим самоизоляции еще на две недели. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ну и я думаю, что сейчас майские праздники впереди. И, конечно, для всех это уже какой-то шанс поехать на море или там на дачу, пожарить шашлыки. Кстати, на дачу не запрещено, в общем-то, ездить. Я сегодня читала постановление. И в других регионах в постановлениях тоже нет ограничений по перемещению. Вы можете поехать на дачу и там самоизолироваться. Ну, надо сказать, что не только на даче люди сейчас собираются. Вот как отметил один из прохожих, один из калининградцев, люди как гуляли, так и гуляют. В общем-то, да, так оно и происходит. Я пока шел до студии, как минимум две компании во дворах увидел, которые сидели и общались. Ну, и, как сами понимаем, не только общались. Поэтому, что был режим самоизоляции, что нет, для определенной когорты граждан, мне кажется, это не является фактором не выходить на улицу. Давайте посмотрим видео, что говорит Анна Попова, глава Роспотребнадзора, по поводу того, по поводу вообще смягчения режима самоизоляции и есть ли в этом целесообразность. Хорошо, спасибо большое, Михаил Владимирович. Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо. Иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены и все старания дисциплинированных людей могут пойти на смарку. Этого допустить нельзя. И грядущие праздники нужно провести абсолютно четко, соблюдая все требования, которые есть и на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации, подготовим рекомендации для людей в разных уровнях развития эпидситуации для разных субъектов. И немедленно же их разместим. И то, о чем вы сказали, о взаимодействии бизнесом и создании площадки, мы займемся этим сразу же по окончании совещания. Это будет сделано. Спасибо. Также на заседании регионального оперштаба 24 апреля объявили о том, что с 27 апреля будут работать торговые центры. Давайте посмотрим видео. Крупные торговые развлекательные центры для многих магазинов. Мы открываем в режиме с 10 утра до 6 вечера. Они будут работать. Другие схемы тоже обсуждали. Мы договорились на таком варианте остановиться. Это не предупреждает, понятное дело, на открытие общепита и кинотеатров, только в магазине. Значит, и ограничение по числу покупателей в одном магазине – это один покупатель на 50 квадратных метров. Было предложение один покупатель на 25 квадратных метров торгового зала, но совершенно до того, что очень многие магазины перестраивают себя, и невозможно определить, какой же торговый зал, а какая общая площадь. Мы договорились, что общая площадь магазина, это подсобные складские помещения внутри магазина, будет засчитываться в общую площадь, делим на 50 квадратных метров, и получаем количество людей, которые могут на каждый момент находиться в магазине. Соответственно, если площадь магазина меньше 50 квадратных метров, то не более одного человека. Вот я всегда думал, зачем же мы учим математику в школе, теперь понимаю, чтобы знать, какие торговые центры будут открыты. Ну, видишь, оказывается, все в жизни пригодится. Кстати, наши телезрители обратились с вопросом. Женщина буквально недавно звонила и спрашивала, когда же откроют бани. Я хочу ей ответить, что сегодня я буквально открыла постановление правительства, то есть указ губернатора, и почитала о том, что про бани вообще нет ни слова. Имеется в виду, когда они откроются, просто стоит в тексте документа, что бани с 28 марта пока закрыты. Соответственно, как и спа-салоны, и массажные салоны, поэтому дата открытия бани и массажных спа-салонов пока неизвестна. Будем следить за развитием событий, обязательно расскажем, когда же можно будет сходить уже и попариться в вашей любимой баньке. В своей-то баньке же можно попариться. Ну, в общественной, конечно же. Перейдем к статистике. 25 апреля в Калининградской области зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 210 случаев, из которых 59 уже выздоровело и один, к сожалению, скончался. Всего на COVID-19 к настоящему времени проверили уже 14 686 человек плюс 726 человек за сутки. Остаются под медицинским наблюдением 1165 человек, в том числе 93 в условиях обсерватора. Из 21 случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки, которые были выявлены, также 3 ребенка в возрасте до 14 лет с пневмонией были госпитализированы в больницу. Ну, а всего среди новых инфицированных 6 случаев пневмонии, 10 случаев ОРВИ, 5 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Вот это, конечно, напрягает больше всего. Как же вот понять, когда симптомов нет, надо ли проверяться, не надо? Для этого существует горячая линия. Давайте попросим вывести ее на экран по коронавирусу, который действует на территории Калининградской области. Если есть у вас какие-то сомнения, стоит ли вам сдавать тесты на коронавирус или нет, вы можете позвонить 57 80 20 и в автоматическом режиме, ответив на несколько вопросов, уже, соответственно, сделать вывод. Ну и к тому же сейчас появились платные тесты, которые вы можете сдать в некоторых клиниках города. Стоимость приблизительная 2 300 и результаты узнаете через 2 дня. Ну смотри, вот по платным тестам, конечно, не очень понятно. Ты вот, ну, решил себя успокоить, пошел его сделал, проверился, через 2 дня у тебя результат отрицательный, а еще через день тебе поплохело. Что, еще раз идти платить деньги и сдавать его еще раз? В этом случае, может быть, стоит вызвать скорую тогда уже. Вот это, кстати, хорошая идея. Ну, у нас есть еще одна горячая линия 92 10 32. Это линия первого городского телеканала, на которую можно позвонить и задать интересующие вопросы, если они у вас есть. Ну и, конечно же, мы призываем всех коренинградцев, всех наших телезрителей рассказывать ваши новости, которые происходят у вас. Потому что, конечно же, мы не можем уследить за всем и всегда рады, когда вы сами рассказываете нам о том, что у вас происходит. Может быть, какой-то эксклюзив нам подкинется. В России, тем временем, за последние сутки подтверждено 5 966 случаев заражения коронавирусной инфекцией. И, кстати, 66 человек умерли. И сегодня я читала тоже информацию о том, что за последние сутки в Москве увеличилось резко количество погибших от коронавирусной инфекции. И также хотелось бы отметить статистику по Москве, что 42% заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Помнишь, мы говорили о том, что группа риска – это 65+. Сейчас оказывается, что не совсем-таки возраст уже влияет именно на коронавирусную инфекцию. К тому же, опять 83 региона были задействованы в общем количестве зараженных. И больше всего, конечно же, в Москве почти 2, больше 2,5 тысяч человек. Московская область и Мурманская область остаются лидерами у нас. Ну и мы сегодня говорили днем с Анастасией Ореховой про то, что у наших коллег в Нижнем Новгороде также растет количество зараженных. Там сегодня за сутки плюс 118 случаев заражения. Да, общее число заболевших в России на сегодняшний день составляет уже больше 74,5 тысяч человек. В мире заразившихся свыше 2,8 миллионов человек, погибших уже более 193 тысяч. Ну, выздоровевшие здесь также увеличиваются. Уже свыше 764 тысяч человек выздоровели от коронавируса. Ну, напомним, что Америка является лидером по количеству зараженных. И там сейчас на сегодняшний день 889 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ну, и также мы говорили, что Абхазия находится на последнем месте. Там 2 случая заражения коронавирусной инфекцией всего лишь. Но даже нет пока информации. Обычно пишут, выздоровело количество, погибли. Пока просто 2 случая заражения. Ну, и мы рвемся на небольшую рекламную паузу, сразу после которой в нашей студии появится Вадим Штыка. Человек, который придумал и развивает квиз «Дай 5». И вот хотелось бы Оле сказать «Дай 5», но важно соблюдать социальную дистанцию. А вот как проходят игры у них в условиях запрета на проведение массовые мероприятия, мы узнаем лично у Вадима. Так что оставайтесь с нами на Первом городском. Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем. Вы смотрите Первый городской телеканал «Город Лайв». Мы в прямом эфире. И вот так вот внезапно у нас в студии появляется человек с футболкой, на которой написано «Вам точно понравится». Что же нам понравится, сейчас узнаем. Вадим Штыка у нас в студии. Создатель, да, создатель квиза «Держи 5». Совершенно верно. Все правильно. Расскажи, пожалуйста, что это за квиз, в чем его смысл, в чем его идея. Довольно веселая, очень несложная, но безумно азартная игра, командная, которая построена по такому принципу, что мы задаем людям вопросы, и им нужно дать не правильный, а популярный ответ. То есть мы перед каждой игрой опрашиваем порядка 150 человек по всей России, от Комендарда до Хабаровска, по всей нашей франчайзинговой сетке. И нам отвечают обычные люди, обычные прохожие, которых мы и наши партнеры ловим по всей стране. И потом участники игры пытаются угадать самую популярную версию ответов. Поэтому вот так несложно, но очень интересно проходят наши игры. Ну и, насколько я знаю, раньше вы собирали просто какие-то гигантские залы, самые большие рестораны Калининграда. Вот рекорд, какой у вас был по количеству собранных людей? Около 200 человек. Я бы не сказал, что прям гигантские, но каждую неделю, да, где-то там около 150 в среднем человек мы собирали. Что произошло с запретом на проведение массовые мероприятия? Вы перетекли в онлайн или закрыли все? Что вы сделали? Мы одни из первых вообще по России, наверное, перешли в онлайн. Мы это сделали очень быстро. Уже больше месяца мы играем в онлайне. То есть в 20-х числах марта мы уже сыграли свою первую игру в формате онлайн. Довольно это было легко сделать в нашем случае, потому что у нас игра не на знания. У нас нельзя найти правильный ответ в интернете. Поэтому сохраняется вся интрига, весь азарт, вся спортивная составляющая. То есть ты не можешь открыть ноутбук, загуглить вопрос и тут же тебе там выдаст ответ. Поэтому люди полноценно соревнуются друг с другом. А, ну получается, что когда ты вживую, какой-то интеллектуальный квиз, то сложнее на телефоне. На классических квизах, которых очень много и в Калининграде, и вообще по России, там тебе задают двоичная система оценки. Ты либо знаешь, либо не знаешь. А у нас ты угадываешь либо популярную версию, либо чуть ниже по рейтингу и так далее. То есть там есть пять вариантов заработать баллы. И в классических квизах тебе задают вопрос. Во-первых, не разрешают пользоваться мобильными телефонами. Их либо складывают в коробочку, либо просят выложить на стол и контролируют, чтобы ты ими не пользовался. Потому что реально можно в сети найти ответы на вопросы. А у нас мы позволяем пользоваться мобильными даже на обычных играх, потому что там просто нет ответов на эти... Да, потому что мы сами придумываем вопросы, мы опрашиваем людей, и ты просто не найдешь там ответов в сети. Где вы проводите эти онлайн-игры? Я видел, что была трансляция в Инстаграм или где-то еще? В Инстаграме на своей страничке, на своей личной странице. Я провожу два раза в неделю такие небольшие демо-версии по 30-40 минут. Это в понедельник и в среду в 7 часов вечера. Поэтому welcome, заглядывайте, всех буду рад видеть. Как это проходит? То есть в формате Инстаграма это все бесплатно. Люди просто подключаются к моему стриму, смотрят в комментариях, тут же пишут ответы на вопросы, которые я задаю. Я тут же выдаю, сколько баллов они заработали. И вот мы либо за интерес, либо сейчас уже стали появляться спонсоры, мы даже разыграем какие-то спонсорские призы. А полноценные игры проходят каждый четверг в 7 часов вечера. Это уже двухчасовое действо. На специальной площадке Bizon 365, которая была предусмотрена вообще для онлайн-образования, мы ее под себя настроили и там проводим наши онлайн-игры. Это закрытые ссылки, уникальные, которые защищены от копирования. Мы выдаем на команду две ссылки и, соответственно, люди, находясь в двух разных квартирах в Калининграде, могут играть двумя семьями, двумя компаниями, объединившись в одну команду и соревнуюсь друг с другом. Что касается финансов, насколько переход в онлайн ударил по бюджетам или наоборот, зарабатывать в онлайне получилось больше? Нет, в онлайне, я не скрою, мы зарабатываем меньше, потому что я понимаю, что сейчас люди немножко обеспокоены своим финансовым положением и оставлять какие-то высокие цены на игры мы не стали. Мы сделали очень доступную цену, это либо 500 рублей, либо 750 рублей на тематические игры за всю команду. А раньше участники у нас платили с человека 200-350 рублей с человека, а тут 500 рублей за всю команду. Я знаю, что у вас есть, правда, не знаю, насколько большая, но сеть франчайзи по другим городам. Ну, довольно неплохая, почти 50 городов. Они тоже перешли в онлайн и в своих городах делают то же самое? Совершенно верно, да. Мы не стали тоже забирать под себя централизованные все игры, мы дали возможность нашей сетке жить, дали возможность нашим франчайзи зарабатывать, хотя могли бы, конечно, из Калининграда по всему миру вещать и в моменте заработать денег много, но я понимаю, что мы эту сетку устраивали уже 2, почти с половиной года, это 4 страны, почти 50 городов, и через 2-3 месяца, когда мы выйдем в оффлайн, я хочу сохранить эту сетку и сделать ее еще сильнее и больше. Поэтому, да, для городов мы тоже сделали возможность проводить онлайн игры, и они тоже у себя играют локальные на свои города такие игры. Кроме перехода в онлайн и возможности франчайзи самостоятельно проводить такие игры, какие еще бизнес-решения вашей командой были предприняты, чтобы вот как-то всю эту ситуацию с запретом на массовые мероприятия нивелировать и сохранить те же прибыли, что были раньше? Ну, во-первых, онлайн это уже новое направление, мы очень давно о нем думали, уже больше года, и вот, наконец, мы его родили и запустили, сама жизнь к этому подтолкнула. Мы сейчас запускаем новый проект, это «Держи 5 дома», это будет полноценная игра, которую можно будет скачать и поиграть дома друг с другом, с друзьями какой-то компании, когда у нас немножко снизится допустимый порог по самоизоляции, когда можно будет встречаться хотя бы не в заведениях, а дома. Что мы сделали? Мы, наверное, одним из первых сократили затраты. Мы съехали с офиса, слава богу, у нас удалось договориться, чтобы нас без каких-то там потерь оттуда отпустили, мы потом вернемся после завершения самоизоляции. Мы работаем из дома, и мы максимально с нашими субподрядчиками договорились о снижении различных затрат, дабы сейчас не плодить очень много ежемесячных финансовых потерь. Нет ли мысли в связи с тем, что не рекомендуют сейчас как-то соприкасаться, рекомендуют держать дистанцию, нет ли мысли переименовать? Потому что «Держи 5» уже как бы нельзя. Я очень сильно надеюсь, что проект будет жить под таким названием, что скоро все закончится, и мы через месяц-другой вернемся в режим оффлайн и будем встречаться на живых реальных играх. Но один из наших менеджеров проекта предложил сразу же в первые дни самоизоляции прикольный хэштег, который мы используем «Держи 5» от меня подальше. Да, вот это то, что нам надо сейчас. Ну и давай напоследок пожелания нашим телезрителям, как им вот сейчас сохранять позитивный настрой. Я так понимаю, что игры у вас всегда проходят позитивно. Да. Вот как человек, который всегда вертится вот в этих хороших эмоциях, как их в себе культивировать, несмотря на то, что происходит вокруг? Не зациклив, мне кажется, отвлекаться на максимально положительное. Слава богу, его хватает, ловить какие-то приятные моменты. Мы со своей стороны стараемся как минимум раз в неделю эти положительные моменты дарить. Я думаю, таких возможностей должно у людей быть масса, как-то отвлекаться, пытаться концентрироваться на чем-то хорошем. Спасибо большое. Надеюсь, что нам точно понравится. Надо будет проверить. У нас в гостях в прямом эфире в студии Первого городского был Вадим Пштыка, создатель проекта «Квиза. Держи 5». Держи 5 от меня подальше. Спасибо большое. Я думаю, что еще увидимся. Успехов к бизнесу. Ну и чтобы клиенты всегда были довольны. Мы вернемся в студию сразу после небольшой рекламной паузы. Город Лайф в эфире. Всем добрый вечер. Сегодня с вами в студии работают Макс Раевский и Ольга Говтва. Ну что ж, пока ты от меня держал 5 подальше, я наблюдала за вашим интервью. Было очень интересно. Вадим Пштыка был у нас в гостях, еще раз напомню. И достаточно интересный, позитивный человек. И, в общем-то, позитивное ваше интервью. И, кстати, добавлю, что если вдруг вы пропустили какое-либо интервью в нашем эфире, застали там последнюю секунду, и теперь думаете, гадаете, как же быть, как вернуться в прошлое, все очень просто. У нас есть YouTube-канал, на который мы выкладываем записи наших эфиров. Уже завтра она там точно появится, поэтому заходите в Первый городской канал на YouTube. Ну, а также наши социальные сети, Instagram в том числе, мы постоянно выкладываем там наши сюжеты и интервью. Поэтому вы всегда можете зайти на Первый городской КЛД и задать какие-то вопросы, и также посмотреть все остальные интересные сюжеты и интервью также. Ну, а совсем скоро калининградцам предстоит таки оплачивать услуги ЖКХ. Однако из-за пандемии коронавируса у многих возникают финансовые трудности. Что произойдет, если вовремя не внести плату и будут ли начислены пени? Узнаем в нашем небольшом материале, который подготовили наши корреспонденты. Расчет за апрель будет такой же, как и каждый год. Соответственно, если ваш дом рассчитывается по показаниям общедомового прибора учета, вы будете платить за реально потребленную тепловую энергию. То есть, по нормативу дом получит такой же расчет, как и за предыдущие месяцы. Кстати, пени за март и апрель начисляться не будут. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию и вам необходима рассрочка, то нужно с соответствующими документами обратиться в наш отдел по работе с дебюторской задолженностью. Это может быть выписка из трудовой книжки с отметкой об увольнении или справка с бухгалтерией, которая показывает низкий ежемесячный доход. В таком случае будет разработана схема индивидуального погашения задолженности. Добавим, вопрос об отключении отопления будет принят властями после выходных. Все-таки, да, вопрос по отключению отопления должна поддержаться температура плюс 8 в несколько дней. И в этом случае будет отключено, по крайней мере, так заявлено было в администрации города. Поэтому дождемся уже, когда будет позитивная температура, определенный промежуток времени. Я знаю, я вот не переживаю. У меня что было отопление, что отключат, что было холодно, что сейчас холодно. Как бы вопрос, только за что я платил, когда было холодно, остается открытым. Ну, Максим, тебе нужно задать вопрос в управляющую компанию твоего дома. Может быть, они тебе смогут ответить на этот вопрос. Да, обязательно этим займемся. Сразу после выпуска из-за коронавируса, вызванного ситуацией с распространением коронавируса, в нашем регионе сильнее всего страдает непродовольственный ритейл. Такое мнение высказала бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова. Ну, давайте все-таки перейдем к темам, которые немножко отвлекут нас от коронавируса и посмотрим новости короткой строкой, что еще произошло у нас интересного в мире, в регионе и в России. Калининградские фотографы в режиме самоизоляции начали осваивать новую технику съемки и перешли на работу онлайн. Качественные кадры можно получить с помощью телефона, считают эксперты. Лесу Куршику. Воспитаннику сотрудников Национального парка Курская коса исполнилось два года. В честь этого события Рожехвостову поднесли необычный торт из куриных сердечек с перепелиными яйцами. В Светлогорске планируют открыть еще один обсерватор для тех, кто прибывает в Калининград из других регионов страны. Учреждение разместится на базе санатория «Гентарный берег». Власти упростили процедуру технического осмотра машин. Проще придется владельцам новых авто. Первую проверку необходимо пройти только через 4 года. Автомобили старше 10 лет и такси младше 5 лет должны посещать станции для диагностики ежегодно. Федеральная антимонопольная служба проверит ритейлеров и поставщиков, устанавливающих высокую наценку на лимоны. Ранее сообщалось, что продажи лимонов и цены на них резко возросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем. Ну и хотелось бы отметить, что у меня в доме имбирь по-прежнему стоит 1820 рублей за 1 килограмм. Только что мы узнали, что Ольга, оказывается, продает имбирь. К другим новостям в Калининграде после изменения схемы движения на перекрестке Балтийского шоссе и улицы Карташова образуются пробки на выезд из города, считают автомобилисты. Ну и хотелось бы сказать, что к 5 мая обещают закончить ремонт улицы Киевской. Сегодня Анастасия Орехова рассказывала о том, как она проезжала и видела, как там бурно кипит работа. Мы обсуждали сегодня все-таки, как у нас делают дороги даже в период дождя. И я рассказывала про то, что недавно видела в интернете, как в Астрахани укладывают асфальт прямо в лужу. Очень было интересно наблюдать. И я думаю, когда это закончится, это беда по жизни будет преследовать нас? Или все-таки когда-нибудь этому суждено все-таки поставить точку? Но может быть это была не лужа, а какой-то нано-клей, новая разработка? Ну, кстати, да, есть такой вариант. Может быть, нано-клей совпадает по цвету с грязной водой лужи. Почему бы и нет? Ну, к тому же, можем себе позволить. Кредиты на 540 миллиардов евро для борьбы с последствиями пандемии планируют выделить лидеры Евросоюза. Речь идет о создании Европейского фонда реконструкции, которые будут оказывать странам поддержку после кризиса. Да, мы вот хотим напомнить о нашей акции «Покупай местные». Вы уже заметили наверняка, что у нас новый хэштег. До этого у нас было «Я остаюсь дома». Но в преддверии окончания самоизоляции, по крайней мере, то, что анонсировано было на текущей неделе, мы сейчас поменяли на «Покупай местные». Конечно, это очень важно поддержать местных производителей. Если вы приходите в магазин, и стоит обратить внимание на то, что произведено в Калининградской области. Давайте будем помогать региональной экономике и, конечно же, поддерживать местных производителей. Ну, а о других новостях бизнес-сферы экономики мы узнаем из нашей традиционной рубрики. Безвозмездная помощь предпринимателям. Власти пообещали малому и среднему бизнесу деньги на зарплату сотрудникам. Всего выделят 80 миллиардов рублей. Размер помощи будет рассчитываться, исходя из минимального размера оплаты труда на одного человека. Жители Калининградской области, потерявшие работу после 1 марта, в апреле и июне получат максимальное пособие по безработице – 12 310 рублей. Оно может быть увеличено пропорционально количеству несовершеннолетних детей из расчета 3000 рублей на каждого ребенка. Начисление производится одному из родителей, усыновителей, а также опекуну. Смотровая площадка в Гурьском парке «Пяти чувств». Подрядчик должен будет возвести саму площадку, а затем благоустроить близлежащую территорию и сделать освещение. Начальная цена контракта – почти 30 миллионов рублей. За 10 лет в Калининграде средняя цена велосипеда поднялась более чем в 2,5 раза. Представители спортивной индустрии связывают это с теплым климатом даже зимой. Ну что ж, по поводу велосипедов. Они тоже дорожают, как и автомобили. Кстати, Лукоил сегодня заявил о том, что цены на нефть, на бензин и, прошу прощения, понижаться в России не будут. Несмотря на то, что стоимость нефти по-прежнему составляет почти 22 доллара за баррель. Ну, неудивительно, что дорожают велосипеды. Видимо, спрос растет. Люди решили пересаживаться с автомобилей. Плавно превращаемся в Нидерланды. Надеюсь, только в велосипедах. Ну, неплохо. Почему бы и нет? Ну, а вот не знаем, что происходит в Нидерландах, да и какая разница. У нас есть новость из Гурьевска. В Гурьевском районе накануне произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем инстаграме. ДТП случилось сегодня днем в районе 3 часов на 9-м километре автодороги Калининград-Долгоруково. Но о других новостях мы узнаем из нашей постоянной рубрики «Место происшествия». На Держинского четыре машины разом столкнулись. Комментаторы в сети твердят, что нужно держать дистанцию. И это относится уж точно не к коронавирусу. Водители, будьте бдительны. И еще одно ДТП. На перекрестке улиц 9-й апреля и фронта столкнулось две иномарки. 28-летний водитель Ниссан при повороте налево не пропустил двигающийся навстречу Мерседес. В результате столкновения травму получили трое пассажиров автомобиля Мерседес. В микрорайоне Сельма разбили стекло в одном из крупных супермаркетов города. Пока не ясно, вынесли ли злоумышленники что-то из магазина. И такой же случай произошел в центре города. В магазине Евросеть также разбили стекло. Обстоятельства происшедшего выясняются. В Польше с воскресенья горит Бебжанский национальный парк, который является крупнейшим в стране. Ситуацию осложняет то, что машины не могут проехать по такой территории. На ликвидации пламени задействуют пожарные самолеты, полицейские вертолеты и беспилотники. Вот мы здесь за эфиром с Олей уже попредставляли, что нам ждать в будущем. Сегодня мы говорим о том, что ГИБДД сообщает в своем инстаграм. Что же дальше ГИБДД будет сообщать в своем тикток? Очень популярно стало пользоваться инстаграм не только у сотрудников ГИБДД, но и у глав регионов. Например, глава Нижегородской области и наш, в общем-то, очень часто используют именно инстаграм для передачи информации своим горожанам. Но, кстати, популярно может быть, потому что инстаграм, потому что и мы постоянно им пользуемся. И вот если вам интересно, вы можете проверить, сколько времени вы проводите в своем инстаграме. И ведется статистика такая небольшая в телефоне. Я недавно заметила, что 75% времени я провожу именно там. Ну, прям какое-то происшествие. Кстати, о них в Калининграде раскрыли убийство девушки 20-летней давности. Мужчина изнасиловал и задушил 17-летнюю школьницу. Как оказалось, это не первое совершенное убийство задержанного. Давайте посмотрим небольшое видео. У нас здесь информация. Выйти на подозреваемого сразу не удалось. Лишь в 2016 году взяты генетические образцы совпали с профилем приговоренного к пожизненному заключению калининградца. Его осудили за убийство двух лиц с особой жестокостью, а также изнасилование 10-летней девочки. Она оказалась в сопротивлении и приходилось принять невестую силу. Как утверждает задержанный, после изнасилования ему под руку попалась тряпка, которой он и задушил девушку. Напомним, преступление было совершено в парке 40-летия ВЛКСМ в 1998 году, ныне парк Южный. Такое, к сожалению, чудовищное преступление. И надо сказать, что очень часто у рецидивистов бывают именно неодиночные такие моменты. То есть, если уже совершил человек преступление, то и впоследствии он, в общем-то, к этому склонен. Так, по крайней мере, заверяют психологи. После короткой рекламы мы вернемся в студию Первого городского канала. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Ну что ж, служба новостей Город Лайф в эфире. И сегодня с вами в студии работает Макс Раевский и Ольга Гофт. И мы продолжаем говорить о других новостях, которые произошли за минувшую неделю. Да, если вы голодные, то прямо сейчас у вас есть буквально 3 секунды, чтобы закинуть себе что-нибудь вкусного в топку. Потому что следующий сюжет будет очень аппетитным. Луковые пироги Натальи стали уже визитной карточкой красноселья. Женщина продает свои изделия, а все вырученные средства откладывает на ремонт исторического здания, которое хочет превратить в кафе. Рецепт пирога, в общем-то, Лукового узнавала наш корреспондент Марина Морозова, которая тоже любит вкусно приготовить и всегда накормить нашу редакцию. Давайте посмотрим. В 93-м году этот пирог в Германии, он мне понравился рецепт. Я его взяла дома, иногда готовила гостям. С тех пор пирог стал частым гостем за обеденным столом. Когда на местном фестивале Наталью спросили, что будет визитной карточкой их семейства, женщина без промедления ответила – луковый пирог. Некоторые дети, они даже такие, нет, мы лук не едим. И родители говорят, ты не говори, что это лук. Мы скажи, что деревенская пицца. Они потом говорят, вкуснее пиццы, мама, мы не едем. Продавать свое творение Наталья начала после того, как историческое здание в их поселке собирались сносить. Женщина задалась целью спасти строение и даже открыть там кафе для туристов. Очень жаль, потому что этому зданию больше 100 лет. А еще такая идея у меня родилась – сделать там такое деревенское кафе и такую фермерскую лавку. Местные с одобрением отнеслись к такой идее, ведь Краснолесье – это удивительное по красоте место. Наталья поселилась там в 90-е годы, приехала в гости к брату и, как потом выяснилось, осталась насовсем. Озеро Ваштынецкое, которое старше Балтийского моря, река Красная, которая у нас напоминает местами горную реку. И вообще у нас гулять по лесу – одно удовольствие. Почти такое же, как уплетать Наталье им пирог. Кстати, набор ингредиентов для него довольно простой – дрожжевое тесто, лук, сметана, яйца и сыр. Незамысловатый рецепт лежит в основе целой идеи, благодаря которой уже в скором времени может появиться кафе, в котором отведать кусочек пирога сможет любой желающий. Марина Морозова, Екатерина Калинченко, служба новостей «Город». Ну что ж, спасибо Марине Морозовой. Ну а пока Чехия открывает свои границы для своих граждан, а Александр Лукашенко планирует также изменить Конституцию, мы, наверное, перейдем к другим новостям, которые существуют у нас к празднику Победы. Да, наша телезрительница отправила нам видеоролик, в котором просила поддержать маленьких деток в их творчестве, посвященному 9 мая. Малыши рассказывают стихи, участвуя во всероссийском конкурсе «Спасибо за победу». И вот одна наша телезрительница записала детей, и я так понимаю, что нужно поддержать, подключиться точно так же и объединиться, чтобы дети выиграли этот конкурс. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Наши герои будут отдать. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Целек вылетает в небо. Насыпаем там и тут. Что такое День Победы? Это песня со столом. Это я тебе седаю. Деньги. Ага. Да. Это шутки и кассеты. Это сапоги и сныр. Что такое День Победы? Это один, два, ныр. А-а-а. День Победы. А-а-а. Победа. А-а-а. С Днем Победы. А-а-а. Что такое День Победы? Ну, прежде всего, у нас это ассоциируется с Бессмертным полком. Наверное, Максим сейчас расскажет, какая у нас на телеканале акция будет действовать именно к 9 мая и, соответственно, к юбилею Победы. Да, совместно с телезрителями мы запускаем акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Вы можете отправлять нам фотографии своих фронтовиков с их историями, и мы обязательно покажем их в прямом эфире на Первом городском телеканале. Но все подробности, как это сделать и в чем же нюансы этой акции, мы узнаем из следующего видеоматериала. Мы должны помнить, друзья, что Бессмертный полк, как явление личной памяти, не должно сводиться к одному лишь действию, да, это шествие в Бессмертном полку. Память о своем фронтовике не обязательно сводить к одному лишь шествию в колонне. В этом году, 9 мая, каждый человек может собраться в кругу семьи и вспомнить о событиях тех страшных дней. Выйти на балкон, спеть фронтовую песню. Кроме того, каждый желающий может записать видео о погибшем воине, выложить его в социальной сети, сопроводить хэштегом «Бессмертный полк дома» или «Мой полк дома». И это видео 9 мая попадет на сайт мойполк.ру, где вы сможете его точно так же увидеть. А также вы можете это видео отправить на первый городской телеканал, и мы его обязательно разместим в эфире. Ведь пока мы помним о тех, кто сражался за родину, о них будут помнить и наши потомки. Тем временем дети продолжают удивлять и тоже решили провести свой флешмоб вместе с родителями и воспитателями детского сада. Видео нам также отправила наша телезрительница, давайте его посмотрим. Самоизоляция Самоизоляция Сейчас с Фениксом сделаем грани. Какие граники у нас с Фениксом получились? Приходите к нам в гости. Иди дома, детка, сиди дома. Немного рисую. Это алмазная мозаика, а это сейчас я рисую. Дома Ленка. Белый с Берлина и Кореи, Ирана, Юэсэй, или склона Куршавеля, детка, сиди дома. Ты в маске и на ручке льешь вонючий санитайзер, но не играй судьбой. Дома ты останься, детка, сиди дома. Детка, сиди дома. Детка, сиди дома. Самоизоляция Самоизоляция Когда ты опираешь, когда ты включаешь в квартире, ты сам себя. Ну и звезды тоже наши, в общем-то зарубежные, решили поддержать всех, кто находится на самоизоляции. Я думаю, себя в частности, потому что очень тяжело находиться на 400 квадратах самоизоляции. Да, давайте не будем смотреть. Да ладно, посмотрим, конечно же. Сейчас быть рядом не могут люди. Сейчас быть вместе не могут люди. Нельзя в любой момент своих друзей повидать. И будь ленива декут минуты. Уже не радует солнце утром. И мир вокруг устал отдыхать. Мы все мечтаем о новой встрече. И пусть разлука не будет вечной. И пусть всегда хранят в сердца объять и тепло. Хоть день сегодняшний хмурый труден. С тобой навеки друзьями будем. Ты загадай, чтоб было все у нас хорошо. Давайте, друзья, ударим спортом по коронавирусу. Весь мир гадает, что будет дальше. Да, даже в холода. С ума сойти можно друг без друга. Мы все друзьям полетим, как птицы. Когда откроются стран границы. Однажды все проходит, все. И это пройдет. И жду всегда друзей из вести. Я здесь, ты там, но мы все же вместе. В душах уже Дорогу найдет. Пусть мир сейчас разделен на части. Давай друг другу подарим счастье. Чужими нам с тобой уже не станут никогда. Ценить, надеяться, ждать и видеть. Любовь для нас открывает двери. Светить всегда, светить везде. Во все времена. Любой кризис пытается заменить любовь в нашем сердце на злобу и ненависть. Давайте просто докажем, что ничего у него не получится. Обязательно наступят лучшие времена. Счастье снова будет в доме. Улыбайтесь, господа. Вот звездам тоже приходится непросто, особенно Николаю Баскову. Как же сейчас он спел песню, никто не закидал его цветами. Что-то невероятное происходит. Ну, может быть, ему полетели онлайн розочки, как ты считаешь. Это же тоже очень популярно, когда в одном сообщении приходит по одному слову. То есть это очень даже тут же точно так же. И Николая Баскова, я уверена, что уже закидали тюльпанами и розами любого цвета и сердечками тоже разноцветными. Потому что некоторые телефоны позволяют это сделать. Думаю, ему приятно. Ну, а говоря о домашних животных, можно сказать, что из-за отсутствия зимы в этом году многие паразиты в прямом смысле устраивают охоту на собак и кошек. Ну, а вот работают ли клиники в период пандемии и может ли домашний любимец заразиться коронавирусом? Наш коллега Денис Саландин пообщался с экспертами в этой области и получил ответы на все эти вопросы. Один из главных вопросов, которыми задаются сегодня любители животных, возможно ли заразиться или наоборот коронавирусной инфекцией от домашнего любимца? Ну, какие-либо доказательства на данный момент отсутствуют. Конечно, вирус малоисследованный, новый, может когда-то что-то появится. Сходя из опыта, который накопило человечество, таких данных нет. Зато в этот весенний период имеются заболевания, которые не терпят ожидания окончания периода самоизоляции. Сейчас пик активности клеща, а это 80% обращений в клинику из-за укуса этого паразита. В этом году, да, пероплазмоз приобретает некоторые явления и течения, с которыми раньше мы сталкивались реже. Он маркируется за другие, маскируется за другие болезни, и его распознать сейчас гораздо сложнее, чем раньше. И если для собак страшен укус клеща, то для кошек опасной может оказаться слюна блохи. У кошек совершенно другие проявления кожных проблем, нежели у собак. То есть у них и аллергический дерматит проявляется несколько иначе, чем у собак. У собак чаще в виде влажного дерматита, у кошек в виде миллиардного дерматита, в виде сыпи какой-то. На данный момент времени одним из самых эффективных средств мы считаем все-таки таблетированная и капельная форма бровекта, либо препараты фронтлайн-эсгард. Это те препараты, которые действительно на данный момент времени наиболее эффективны от пероплазмоз. Вторая напасть самоизоляции – это переедание. Владелец, который по-настоящему любит своего питомца, никогда не даст ему кусочки еды со стола. Но, как ни странно, у самоизоляции есть и плюсы. Автальмология в период самоизоляции, скажем так, нам пошла на пользу в период самоизоляции для автальмологии. Потому что владельцы, находясь в домашних условиях дома, чаще смотрят в глаза животному, чаще замечают проблему. Например, изменение зрачка у кошки может быть причиной начавшейся от слойки сетчатки из-за повышенного давления, которое спровоцировано почечной недостаточностью. В результате, возможно, кровоизлияние в мозг. Яркий признак почечной недостаточности – это полиурея, полидепсия, когда много пьют и очень много писают. В целом, люди не замечают, когда они находятся вне дома, либо мало видятся животных, они этого просто не замечают. А вот когда они в режиме самоизоляции видят каждый день своих животных, они способны видеть, как они пьют, как писают. Болезни как были, что 10 лет и 15 лет, допустим, у новорожденных остались те же. Просто мы стали больше знать про них и диагностировать больше стали. И как помочь, естественно, тоже мы знаем. Кандидат биологических наук, репродуктолог, неанатолог Вецслужбы Захаров и Фарафонтова Анастасия Станиславовна помогла появиться на свет не одному поколению животных и точно знает – одинаковых родов не бывает. В данный период обращения остаются прежними. Это патология родов, невынашивание беременности и помощь новорожденным. Круглосуточно по-прежнему работает клиника на Алии Смелых. И записаться на прием можно к любому из высококлассных специалистов – врачей с большой буквы. Вся подробная информация имеется на сайте ветеринарная служба Захаров и Фарафонтова. Все возможное и невозможное для спасения жизни животных. Ну и в окончании нашего выпуска хотелось бы перейти на прогноз погоды и посмотреть, что завтра ожидает нас с вами, какая будет погода. И также нам говорили уже заранее, что выходные будут прохладными, правда, без осадков. Давайте посмотрим. Прогноз погоды на 26 апреля. В Калининграде днем плюс 10, временами дождь ночью плюс 3, облачно. В Москве днем плюс 8, облачно. Ночью плюс 6, облачно. В Санкт-Петербурге днем плюс 6, облачно. Ночью плюс 3, облачно. Ну и, конечно, напомним про наших друзей, которые тоже помогут поддержать хорошее самочувствие и хорошую погоду в доме. Бутыль и Кант Маркет. У них, кстати, проходит акция до конца апреля. На определенные группы товаров скидки до 43%. Поэтому можете сходить в бутыль Кант Маркет и, в общем-то, соблюдать индекс самоизоляции, чтобы он от 3,6 повысился хотя бы до 4,5. А лучше до 5. Мы благодарим за макияж сегодня меня, потому что некого благодарить сегодня за макияж. Ну и хотелось бы тоже вам пожелать хорошего субботнего вечера. Пожелать всего самого наилучшего. Конечно же, берегите себя, своих близких и не забудьте про то, что пока еще мы находимся на режиме самоизоляции. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на Первом городском телеканале. После нас смотрите фильм «Закат». Что это будет? Без спойлеров. Просто смотрите и не переключайтесь. Сегодня с вами в студии работал Макс Раевский и Ольга Гофт. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»